Гимн Российской Федерации и в зале «Абсолютная тишина» несколько минут и на груди у участника специальной военной операции Эдуарда Елыбаева засверкала медаль «За храбрость» второй степени. Еще несколько минут и медаль участника СВО вручили маме погибшего Губкинца Романа Кенига. Глава города Андрей Бондурко поблагодарил родителей за воспитание и за то, что привили молодому человеку качества, которые сподвигли его на подвиг во благо Родины и нашего будущего. Честь, чувство долга, любовь к отчизне – это главное качество каждого гражданина нашей страны. Поэтому я уверен, что это нами будет прививаться и нашему молодому поколению. Мы гордимся нашими героями. Сегодня мы награждаем настоящих патриотов, героев. Гордиться и восхищаться их подвиги по-настоящему поражают. Ребята, которые находятся на передовой, обладают силой воли и духа, которые на протяжении многих веков отличают наших защитников Отечества. О подвиге даже ничего не думаешь. Там просто делаешь свою работу и исполняешь свой долг. А там как что получилось, это уже… Ну это, ну как, невзначай получается. Ты о нем и не думаешь, о совершении какого-либо подвига или что. Просто исполняешь честно свою работу. Героями не рождаются, ими становятся. И сегодня герои живут среди нас. Их стойкость, воля, любовь к отчизне обладают удивительной силой, для которой не существует преград. И на таких примерах учат школьников, участников регионального сетевого проекта «Юн Арктика». Глава города Андрей Бондурко открыл восьмой сезон. Проект направлен на развитие гражданственности и патриотизма нашей молодежи. Хочу также сказать, что, наверное, вы уже знаете, что наш город перенял эстафету города Тобольска для проведения в следующем, в 2024 году, ввода героев. В течение года мы проведем рекордное количество патриотических акций и различных мероприятий. Старт проекту ДАН. Всего в этом году за звание лучших будут бороться рекордное количество – 22 команды восьмиклассников. В рамках проекта ребята будут участвовать в различных конкурсах. Первый – визитка. Ребята должны представить видеоролики, рассказывающие особенности жизни класса, и интересно представить название команды. Следующим этапом будет конкурс на лучший макет мемориала славы городов-героев СССР и городов воинской славы. Его участники должны будут представить до 25 января.